зовем это пацанская грусть есть треки которые будут вечно жить там где люди сидят там по 15 лет там по 20 лет ты пьешь чефирок не дича чефир с конфетками и вот слушаешь этот концерт жалко что я не стал музыкантом то хочет услышать второй трек который не раскрыл еще вася молодое поколение можете заходить ревешки всем привет на канале маурин футболкович и наконец-то долгожданнейший гость человек который применял этот футбол никому не нужный на действительно важные вещи на музыку алан гатагов собственно собственной персоны здравствуйте очень рад вас видеть взаимно слушайте ну мы здесь все про музыку все что связано с музыкой насколько музыка вошла в вашу жизнь именно с точки зрения того что захотелось ее исполнять не только слушать я вырос в том крае где всегда поют всегда танцуют поют я прошел немало свадьб на райончике так что все у нас поют постоянно и любят особенно в хоре мама занималась тоже вокалом она пела в джазовой группе в осетии так получилось что где-то здесь под коркой генетическом уровне ну еще естественно не будем говорить о нашей до первой профессии что после футбола бывает что после него бывает всегда ходим отопить в отеле поем дома поем раздевалках поем ну и пошло поехал и после поем но так и привелась любовь к творчеству к музыке когда вот уже от идеи до реализации это же совершенно вот произошло вот прям только что как как когда этот щелчок и как это было кто помогал я имею ввиду с написание музыки с какими-то идеями музыкальными как воплощались они в жизнь еще вспомнил когда я был очень-очень маленький я помню что включали там песни я там танцевал там выступал под песни газманова как сейчас помню телеку еще кто-то уже как бы я все уже там ушел с баса получается ну начально да я думаю что это надо там что 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 же я давно не делал хотел поделать что-то мне надо сделать и вот так и пришла идея но это компенсаторика я к тому что тренерское выгорание в этом период был тренерской деятельности она закончилась и захотелось больше какой-то свободы творчества именно свободы потому что ну тренерская там рутинная история такая слегка неблагодарная это точно василий вам это как да мне знакома эта история не знакома нет не знакома я не знаю об этом ничего знаешь в чем прикол и в чем кайф есть в творчестве музыки здесь ты можешь делать то что хочешь любой креатив никто тебя за это кроме слушателя не поругает ну а в целом я перестал искать одобрение в чужих там людях или в чужих мнениях но я не еще одобрение я делаю сейчас для себя но формате в рамках приличия естественно но мне там не хочется никаких там матерных слов допускать и всего остального хочется немножко чтобы это было такое мое райское место лирическое тебе по ты понимаешь я я только такие треки с каждым выпуском говорю что о том что я минорный чувак который слушает вот эти вот грустные песни про любовь хотя к чему бы ну вот мне нравится назовем это пацанская грусть да именно так я и пацанская грусть нет именно так я это оправдываю оправдываешь компания года пари окружает игрой всех кто получает удовольствие от футбола баскетбола хоккея киберспорта единоборств и других спортивных событий фрибет в размере 2024 рубля доступен для всех подписчиков по ссылке в закрепленном комментарии пари окружает игрой кто помогал с первыми треками где-то ребята с первыми треками до помогали мне ребята это миша лил дождь и с ним парень был жене джекаджу он тоже кстати исполняет и вот он и мы как-то сели начали вместе работать я просил его мишу просил год в двух месяцев давай запишем тебя из студии я знаю давай мы там поработаем но и так пошло поехало да мы сели там на студии так забились посчитали ну и все и вот как-то поехал все потом еще помогал там супер олег помогал с гитарой вот это пиро fight come on он исполнил очень круто сели гиду что хочешь я уже ну как хочется немножко представиться так скажем нужно вот давай так представимся я подумал мы с ним пообщались несколько часов и вот концепт альбома вышел концепт альбома можем альбома да ну альбом сколько треков уже уже пять треков до 6 до 6 будет в начале июля начале июля и пи уже есть пять песен маленький пи который может перерасти а какие цели задачи у алана гатагова как у музыканта кайфовать живые выступления насколько кайф вот выступление допустим на хоккей я видел или на площадке fight night global вот это прикольно было мандражка намного сильнее чем когда играешь изначально когда на репетиция начал захлебываться пункт эта волна на меня захлебывает включать что делать и после этого у меня паника когда я там два уха у меня работают я должен обязательно всегда этом левым ухом слушай оправа мне открытое бывает и тогда прикольно петь мне получается дорого сейчас стоит записать пять треков но если вообще ни хера не делать из дня за выражение саму никогда не никак не принимать участие то естественно будет очень дорого а еще зависимости от локации людей что-то хочешь как-то хочешь но все зависит от аранжировки что любая там гитара или пианино это тоже стоит а все индивидуально прописывалось я имею ввиду под или где-то закупалась отдельно это не 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 нет первое первое это все были демки первая демка вторая тоже демка вторую ну и просто я сам выбирал вторую вообще когда услышал это а вторая демо версия это вообще ее купили в узбекистане в ташкенте кажется вот ребята там написали просто до сих пор как бы не могу найти связаться если есть кто это сделал да обращайтесь если видите это наш подкаст интервью то мы с василием хоть и на вы но иногда на ты он обязательно мне передаст надеюсь это правда по второму треку сейчас мы сделали очень крутую версию я бы хотел бы чтобы сегодня мы ее исполнили да и в лайве в лайве пусть услышит голос что это я пою да шерепат плюс вот это вот на затюни на вот это все много а ты знаешь что молодое поколение вообще тюна они вообще не только шарит наши старички видят могут прочитать что это на тюне там затюни на молодое поколение можете захейтить меня они вообще так для них это нормальный голос а серьезно но авто тюни даже привыкли так что они поэтому и не считывают так и футбол играют да на авто тюни на авто тюни потом я бы хотел был час поблагодарить людей которые со мной пиано да это мы в конце исполним как раз до лайф да да я сейчас заранее скажу кто это сергей титов исполнил клавиши да клавиши насколько я знаю он работает еще с воде я очень я слышал тот самый минус это очень круто вот янка ликин он сводил это студии и команда звукозаписи у на рекордс но и вокализм мария дмитрова очень круто получилось потом когда выйдет трек услышите но сегодня мы исполним я буду в соло как василий надеюсь поддержит но ну ладно василий еще получит но это не точно за василий за все деньги хочет так что за деньги за деньги да это вот мой мой предел исполнения что будет а мы собственно три небольших раунда раунд 1 пытаемся угадать по тексту исполнителя есть варианты раунд номер два там где мы включаем по очереди треки слушаем куплет припев и соответственно ассоциативный ряд либо трек который с чем-то связывает нас либо возможно какие-то флешбеки или отсылки вдруг появятся при прослушивании данной композиции ну и третье жива го собственно лайв песня которую мы ждем рандомно да именно так но сегодня у нас игорь цыба дымок да не 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 давайте там пропаган без пропаганды прикольно но это мы за здоровый образ жизни это правда спорт мотивация любовь поехали трек номер один собственно зачитываю текст посмотрим насколько алан марат миломан текст достаточно популярной песни я волна новая волна подо мной будет вся страна подожди скоро навсегда затоплю ваши города я волна новая волна подожди скоро навсегда исполнитель исполнитель джей смеш ну так даже не интересно но это я такую легкую конечно диджей смеш да получилось потусить в молодости под эту песню в каком-нибудь клубчике это какой год ты господи это прям когда карьера прям пудрявые да 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 именно она не только под я волна москва never sleep это ж тогда как раз было приятное было время новая волна классное было время нет сейчас тоже неплохое это правда ну согласен даже без вариантов но окей сейчас мозги на голове на голове на голове на плечах есть мозги жизненно ценный опыт это правда и так ну в общем в одну калитку даже без вариантов отгадана трек номер два внимательно сейчас будет сложнее пусть прошлое раскрошится волною опричал мы вспомним все хорошее забудем про печаль умчалась юность бедная задаль туманных звезд и за любовью последнюю и так варианты я поднимаю тост наверное валера леонтьев кристина арбакайте белый орел игорь николаев или наташа королева можно еще раз повторить или уже пусть прошлое раскрошится волною опричал мы вспомним все хорошее забудем про печаль умчалась юность бедная задаль туманных звезд и за любовью за любовь последнюю выпьем за любовь игорек игорь николаевич игорь николаевич игорь николаев правильно выпьем за любовь ну давайте проверим прям новый год оливье такое понял селедка под шубой уже это знаешь и жога от шампанского выпьем вася ты похож на николаев да еще усы почти локонов блестящих нет и так два спокойно вообще в одну поведем просто в одну сторону ладно сейчас чуть посложнее чем я на тоненького в конце я пока думал леонид потом понял сейчас посмотрим чуть чуть посвежее композиция выпьем за любовь да но воды и так трек номер три кап капли дождя по мостовой уезжаешь сегодня но не со мной стук каблучков словно время назад разошлись кто виноват может это я может это ты может быть любовь не узнали мы и так варианты корни не пара стас пьеха группа фабрика или чай вдвоем тут посложнее наверное нет тут ласковый так чай вдвоем почему ласковая моя нежная руки твои держу слов не нахожу ласковая моя любимая были мы с тобой кто всему виной ласковая да и третье очко уходит в копилочку но это ладно это олдскул я специально подбирал это по олдскула так теперь из молодежного так скажем сейчас посмотрим next композиция непокорная моя любовь любит не меня уже который год те же стены и цветы те же люди и стихи те же мысли и слова вслух так у нас дакота гречка земфира отпетые мошенники или группа мы можно еще раз повторить до исполнителя и текст сначала непокорная моя любовь любит не меня уже который год те же стены и цветы те же люди и стихи те же мысли и слова вслух так у нас отпетые мошенники дакота гречка земфира или мы па-бам 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 пам пув крупа почему гречка почему она вкусная так слил тем до горная моя замечательный а ремикс любит меня уже который те же стены и цветы те же люди ужасно исполнили эту песню когда ходили они на вечерний орган туда вживую вот здесь они просто загоняли у них так и меня и вот здесь у них потом рассинхрон был бас гитар и барабанов может волнение я думаю да или класс музыкантов в том числе но неплохой ремикс конечно не дотягивающий до оригинала но очечка очередной уходит ладно это ливерпуль уже 4-0 как показал классик итак финальная финальная композиция но ты проходишь мимо я спрятала улыбку мне важно что ты узнал секрет лови мой каждый импульс ты мне не безразличен но я не влюблена в тебя итак варианты кис-кис лизер федук слава мерлоу или дора ну вот и все лови мой каждый импульс да но ты проходишь мимо я спрятала улыбку мне важно что ты узнал секрет лови мой каждый импульс ты мне не безразличен но я не влюблена в тебя девочка так и того у нас отпадает кис-кис лазер федук слава марлоу или дора кис-кис что это есть что-то какие-то ассоциации группа кис-кис это рокерши такие девчанки вокалистка и барабанщица там это наверно дора точно посмотрим все финально дора да поехали привет но ты проходишь мимо я спрятала улыбку неважно чтобы ты узнал секрет ага под припев ленда я так понимаю я просто тебя тюрилась трескалась для вкрашилась опа вкрашилась потому что рашилась а не новое поколение да ну что 5 но рашилась крашилась до краж краж закрыв крошилась прикольно звучит я теперь приму к сведению есть классная история группы братья грим а я наверно сегодня как раз включу этот трек там такие строки есть что солнцем опаленный и точнее обожженный а не опаленный солнцем обожженный обожженный а это вот и серии как я тоже вот сейчас написал там позавчера кое-что интересненькое несколько месяцев не приходила и тут пришло и на то же странно эти могу дать почитать потом интересно работаем итак следующий тур врываемся собственно 5 композиций по очереди включаем интересно вот пожалуйста так да я там нет мы не поем мы просто слушаем и наслаждаемся и это не поющий человек я уже понял что я так поехали кир а у нас сегодня многоточие было в жизни так бывает или нет а с переков чего включал этот а щемит на сердце доскакивает а давай руки вверх все послал а просто в очереди по очереди в порядке живой очереди тебя окунуло куда-то сейчас вот я сейчас послушаю хочу пропали проникнуться жду вот такой ассоциативный ряд придет потому что я был очень маленький еще тогда ну как маленький 10 плюс сидит жизнь не так бывает что любовь Приходит вновь Только Пламя догорает И не бьется Время на кровь Жизнь Так бывает Что любовь Приходит вновь Только Пламя догорает И не бьется Время на кровь Да, так бывает, любовь умирает Но вроде бы манит опять Манит Почему этот трек? Хотел пока второй поставить У меня так тоже отзывается Хорошо Ассоциативный ряд какой у меня С этим треком Как будто бы это Такая уличная тема была Когда была возможность Записаться Ну не у всех Но при том, что вот это вот Начало рэп истории У нас в городе К рэперам так себе относились Как и к рокерам Слегка могли побить Мягко говоря И поэтому Рэперам было быть не особо почетно Но я-то был спортсмен Вот У меня были Спортивные Широкие Как у рэперов Только спортивные Поэтому я мог Ходить спокойно Но Вот это вот Подъездная тема Когда там группа собирается Семочки обязательно Обязательно Пивко Вот это вот Причем какая-то там Байлдико девятка По-моему еще тогда Вот эти самые крепкие По 25 копеек Там образно говоря Дешевые сердито И вот эти тусовки И вот это вот Сидят Полукорточки Вот это Ассоциация с этим треком Как раз Вот так вот было Ну это у нас Интересно Ну поехали Моя тема Давайте сейчас Ну-ка Так Я Сейчас включу Трек На самом деле К этой группе Я относился всегда Ну Типа две песни знаю Думал что это Ну Типа группа двух песен Икей Не знаю почему они такие популярные В России Вот А потом когда вырос Такой понятно и такой думаю думаю ах вот это за чего их так любят и вот только когда я стал взрослым я прочувствовал оставшиеся песни еще не понятно что а а а а а а и пальто на гвозде шарф рукаве и перчатки в карманах шепчут подожди до утра до утра а 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 вот и я поздно пришел группе кино на самом деле и только уже во взрослом возрасте прочувствовал эту магию и и саунд до сих пор звучит достаточно скажем так стильно и актуально и текста вроде простые с одной стороны но с другой стороны немножечко там что-то заложено было очень внимательно он так конечно описал сейчас плащ перчатка в кармане шапка висит на крючке она говорит сейчас это прям детально как вообще с группой кино но никак но иногда когда попадаются там где-то в общем пространстве да там треки по песне то я так слушаю все здесь перемены песни слушаю да 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 конечно ну то есть кино вот так сторонники теперь обращу внимание хорошо я больше вырос на другой музыке а на какой вот интересно ну вот трек вот на шансоне наверное вот пожалуйста у нас ни разу еще не было шансончик какого-нибудь такого хорошенького я думаю даже я знаю что я дальше включу какой трек я думаю сейчас я буду смотреть и до и до шансона я не дойду не так надо прям в поиске набить и все да конечно любой трек пишем смело смело прям не стесняясь я уже знаю какой следующий по настроению да будет тречок поэтому напишите пожалуйста как вы относитесь к группе кино пока я сделаю я включу любимую песню своего отца у михаила шептинского душа болит болен ты знаешь что хотел включить душа пальма де мальерка нет я хотел включить шепутинского третийс да вот прям серьезно очень крутая песня можно перемотать до слов сейчас будет легендарочка отец я знаю тебе оно нравится слушать что износится и вещи и слова из альбомов улыбнется нежно молодость из-под плит проглянет тихая трава все на свете перемелется век сменится пронесутся годы словно с горки вниз только ты душа суровой жизни пленница из меня как из темницы смотришь ввысь душа болит а сердце плачет а будь земной еще пыли а тот кто любит слез не прячет ведь не напрасно душа а воли а то кто любит слез не прячет а почему в чем я имею ввиду почему папе нравится не знаю почему почему она тебе нравится я приеду к тебе в гости и ответишь мне просто у меня ассоциации какие так как я работал на спорткомплексе угу на шахтовом и мы раза четыре наверное в год может быть больше ездили на зону играть в футбол прям на серьезную там где люди сидят там по пятнадцать лет там по двадцать лет кто-то сидит скажем всю жизнь там и вот я пацан с дядьками там все такое играем с заключенными вот игра ну что ты понимал там поляна с одной стороны этот вот где они живут дом вот этот вот типа общага где они живут с другой стороны какая-то стена за которой там люди там икеи гуляют те кто не может в общем доступе гулять небольшая за воротами какая-то часть где там сидят люди смотрят и вот эти зарубы идут а так как раньше в девяностые ну много людей да присело творческих футбол спортивных всевозможных игры были просто вот прям футболы очень хорошо там играли ну потому что люди попадали в связи с жизненной ситуацией вот туда и вот мы отыгрывали игру потом идем в актовый ну не актовый зал короче там типа место где они дают живой концерт то есть я сам шансон нет но вот там ты пьешь чефирок не чай чефир прям с конфетками которые мы там привозим и вот слушаешь этот концерт и там вот этот шансон ну ты веришь ну ты слушаешь и такой думаешь блин ну вот атмосферно пропитываешься да вот и понимаешь что ну там такие же люди ну то есть да они где-то оступились в какой-то период жизни но ну вот так так сложилась ситуация вот и поэтому вот у меня со всем шансоном и я вот единственно где его наверное могу вот там слушал и такой блин ну это да это сильно когда они там играли вживую это все прикольно вот такой у меня экспириенс по поводу треков связанных с шансоном ну ничего прикольно вот Миша Футинский то он сколько лет уже эгей-гей красавчик 75 вроде да 75 вообще просто машинюга здоровья да и еще много-много пусть лет дней нас радует это точно ну что а мой трек тогда ну этот трек я думаю должен отвлекаться Сергей Трофимов чтобы вот наверное каждый знает этот шашлычок и коньячок под шашлычок мне кажется вот этот кусок, да, а шашлычок под коньячок вкусно очень. Мне кажется, ну вот... Шашлычок под коньячок вкусно очень. Мне кажется, вот у... Вот где я вырастал, эту песню узнали все. Все. Ну да. То есть это такая романтика какая-то, да, вот ты курортная. Причем это не вот это вот, где ты молодежная, а это что-то такое основательное. Ну это будет вечно жить. Есть треки, которые будут вечно жить. И мы к ним... И ты любишь такие треки, и мы, и я к ним стремлюсь. Останется только музыка. Вот, да. То, что, скажем так, искусство, если туда, куда нужно зерно просадить, оно вечно. И будет актуально достаточно долго. Поэтому жалко, что я не стал музыкантом, но не было у меня такой возможности. У тебя нет времени просто? Ну нет. У меня максимум у меня хватает на кавера. Я не... Ну, то есть у меня своя есть там две с половиной песни, которые одна для жены, а одна никогда никому не показывается. Почему? Ну, и во-первых, я плохо пою. Это большой минус. Да, это большой минус. А где золотая середина? Как петь? А вот, ну, я посубъективно по своим. У меня такой, этот, слегка дикция немножко нарушена. Как у... Ну, есть у Гуфа тоже нарушена дикция. Да, вот это парадокс. Вот, да, превратить свой какой-то недостаток в свою фишку. Конечно, есть ряд артистов. Ну, смотри, главное не в ноты, а в сердечки попадать. Вот, это да. Слава Мэрилу, к примеру, тоже достаточно посредственно поет, но при этом энергия нужна, энергия артиста стать вот это, знаешь, можно же просто говорить и жестикулировать. Это тоже пойдет. Ну, петь-то. Да, вот, поэтому... Описывать. Я думаю, ты сможешь. Василий, давайте сейчас мы развернем. Кто хочет услышать второй трек, который не раскрыл еще Вася, пишите, когда нам нужна дата релиза, и мы ее сделаем. Обязательно. Я готов посодействовать, если ты изъявишь желание. Я максимум могу подыграть. Это единственное, на что я прям способен это сыграть на гитаре. Вот. Иногда даже неплохо. Давай, Алан Маратович, финаль, финальный трек, который мы послушаем сегодня. Напишите, пожалуйста, пока, с чем у вас ассоциируются те песни, которые мы сейчас прослушали. Сегодня выпуск такой больше олдскульный слегка, вот, где есть, наконец-таки, немножко шансона. Интересный выбор. Слышал я? Но начало мне уже нравится. Лепичное. Три, два, один. Море, скажи, зачем это шум? Я здесь вернулся и подумал, что вживую. и за что? Море, скажи, зачем этот шум? Неужели о многом прошу? Просто верни ее, не верни. Или хотя бы подай мне знак. Она подобрать слова, чтобы я не не обидели? В ее плену так долго я в ее обители? Но сказа это классика, как ливня в Питере, речная неспокойная, но красивая. Да, нашел ее, но не удержал. Море, прошу тебя, ты спаси меня. С твоих берегов мне уже некуда бежать. море, скажи, зачем этот шум? Как ее полюбил и за что? Море, скажи, зачем этот шум? Неужели о многом прошу? Просто верни ее, верни. Или хотя бы подай мне знак. Она хотела, чтобы я любил, но как любить ее я не знал. Море, скажи, зачем этот шум? Как ее полюбил И за что? Море, скажи, зачем этот шум? Неужели я многом прошу? Просто верни ее мне, верни Или хотя бы подай мне знак Она хотела, чтобы я любил, но как любить ее я не знаю Море, скажи, зачем этот шум? Как ее полюбил и за что? Море, скажи, зачем этот шум? Неужели я многом прошу? Просто верни её мне, верни Или хотя бы подай мне знак Она хотела, чтобы я любил Но как любить её я не знаю Так как-то А про кого? Что? Это все песни про любимую жену? Или это собирательный образ? Нет, у меня треки будут последующие Про собирательный образ Вот этот трек Мы же совместно сделали с Бахти Он запустил Да, я понял Видел кусок какой-то Лионель песня Это там сделали? Этот трек в лоту сюда у неё сделали Вот может быть к тебя, кстати, позвать В качестве гостя тебе завернут Красивый трек Так что очень благодарен Бахти За этот трек Мы его сделали там Гера У него парень, который сводит очень круто Тоже Тоже и сам поёт И всё, артист Потом Лиза Смол работает Послушает треки очень крутые Так что я Всей бригаде Всей банде Лотоса благодарен очень сильно Да, авторство Автор песен Это Александр Гречаник Просто он очень талантливый парень Их два брата Вот это его текст Прикольно А вообще Треки Личные, которые Образ собирательный Или есть? Нет, нет, нет Это вот первая, вторая, третья Четвёртая Первые три трека Это прямо Это всё про меня Это второй трек про супругу Про нашу историю А всё остальное Уже собирательный образ Как супруга отнеслась? Было приятно Было очень приятно, да Воспоминания? Блин, что такое-то? Что это? Звучит, говорит, как Егор Крит Я не знаю, это комплимент или нет Я не знаю Ну типа круто Ну хотел, наверное, сказать, что круто звучит И вот так сказала, что звучит, как Егор Крит Прикольно Ну вот так вот, да А я думаю, что этот трек ещё догонит себя Через несколько лет Вот этот второй с тобой Потому что он очень красивый И факт Прям в сердечке Ну что? Вот мы плавно переходим в главную часть А, ещё есть часть В живое исполнение трека Да, это самое главное Поэтому, ребёшки Я надеюсь, что вы вдохновились в том Что неважно, в каком возрасте Вы начинаете заниматься К примеру, мы сейчас говорим о музыке Если вы делаете это от души с душой То у вас всё получится Главное Ничего не бойтесь Как говорится, никогда не сдаваться Fight come on Fight come on Так что, ребятушки Ссылки все на Алана Маратовича Гатагова Будут в описании Спасибо Обязательно подписывайтесь На стриминговые площадки Слушайте его треки Никакого футбола Только музыка Только музыка Кстати, сейчас только музыка Будем осваивать А там и концерты В ваших любимых райончиках Городах Домах культуры Парках Обязательно я это сделаю Я вам обещаю Перед всей большой целевой аудиторией Я это сделаю Василий Пообещай, что второй трек Выйдет в народ В люди Да, конечно же Всё будет Всё Так что поддерживаем И подписываемся Спасибо большое вам за просмотр Переходим в лайв Я очень волнуюсь на самом деле Но это реально лайв Скажи, что это будет лайв Это будет лайв У нас только живага Никакой фанеры Никакого там плюсов, минусов Всё Ну слушайте Только всё вживую Всё, ребятушки Я волнуюсь Давайте Всем спасибо Всем пока-пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Я знаю, что никто не разрушит эту связь И ни один дождь не потушит эту страсть Твоя харизма варит сну всех на повал Когда встретил тебя, понял, это судьба Я выиграл джек-по, даже не делал знак Тогда на моей гусской встретив этот взгляд И мы летим по МКАДу в твоём без оглядки В моей руке твоя, который год подряд Единственная, ради кого поменять Дали бы шанс исправить, я всё так оставил Ты моё счастье, моё проклятие, моё кармо Когда ты рядом И мне, как и тогда С тобой Так тепло и нежно Смотрю в твои глаза С любовь Так же, как и прежде Мне, как и тогда С тобой Так тепло и нежно Смотрю в твои глаза С любовь Так же, как и прежде Недоступен абонент, я пропал от друзей А помнишь, как в той самой даче рвал сирень Бежал к тебе навстречу, чтобы спеть быстрей Тогда уже всё знал, что ты будешь моей Время всё так сильно поменял Но моя любовь к тебе Это всё, что осталось Мы проходили много И ты знаешь, что я не подарок И благодарен Богу, что ты мне досталась Я не люблю аэропорты Но с тобой летаю Да сигарет с ментолом Мне навечно в память Пусть иногда друг другу причиняли Бог Ты моя последняя любовь И мне, как и тогда С тобой Так тепло и нежно Смотрю в твои глаза С любовь Так же, как и прежде Мне, как и тогда С тобой Так тепло и нежно Смотрю в твои глаза С любовь Так же, как и прежде Так же, как и тогда С тобой Так же, как и тогда